Blizzard, внутрь World of Warcraft'а добавили новую игру, без аддонов, без классов, без таргетной боёвки И, не знаю, я постараюсь этот видос максимально быстро выпустить когда-то ночью, а уже днём вы сможете его попробовать То есть, этот режим, этот патч, уже в World of Warcraft'е, и он уже установлен Если вы плюс-минус следите за Вовом, то вы знаете, что должен был быть какой-то секретный патч, пиратский Что это такое должно быть, было абсолютно неизвестно И все думали, что это, ну, может, какая-то там цепочка квестов, или просто там шапки пиратские на боссов оденут Ну, знаете, как Blizzard любят делать всякую фигню Но, оказалось, что Blizzard сильно превзошли наши ожидания Реально сильно Правда, одновременно у Blizzard получилось собрать бинго из вещей, которые мне не нравятся Это PvP, пираты и Нагорье Арате Не буду, кстати, сказать Снизиной Арате Это то место, где будет проходить вот это всё Месилово, о котором я вам сейчас буду рассказывать С другой стороны, это всё Battle Royale, как вы прочли, наверное, уже в названии видео А Battle Royale любят все старики, которым нравится всякое устаревшее говно с 2017 года Но, с другой стороны, какая разница, если это будет весело Правда, у трейлера этого режима почему-то, судя по всему, довольно большое количество дизлайков Хотя мы не можем точно увидеть количество дизлайков Ну, при помощи всяких плагинов Кажется, у него много дизлайков То есть, людям что-то не нравится, которые его посмотрели Что им не нравится, а что нравится нам Мы с этим тоже сегодня всё это обсудим Постараемся разобраться, как же будет работать эта новая игра в игре Ребята, а вы знаете, что 9 марта стартовал новый сервер Burning Crusade от проекта WoW Circle 2.4.3 В том самом оригинальном исполнении Общий онлайн на сервере, более 5000 человек ежесуточно Поэтапный выход контента И контент, кроме того, выходящий ещё до нерфовой версии То есть сейчас, так как сервер вот только-только запустился Вы можете в полной мере ощутить классический Burning Crusade experience Такой, каким помню его... Нет, я уже, кстати, получается, в нерфльной версии играл Ну, босса в смысле, а вы можете до нерфа это всё увидеть, как это всё было Чтобы сильно не задушиться на прокачке И коэффициенты 2 на прокачку, но на всё остальное Коэффициенты 1 Есть мультиспек, это одна из тех фишек, которые дополнительно для удобства ввели разработчики сервера Кроме того, дополнительно для удобства ввели отдельную зону для любителей PvP и любителей подуэлиться То есть, пока вы стоите в очереди на Battleground, например, вы можете PvP-шиться И там, короче, специальная зона, где у вас сбрасываются кулдауны То есть, вы подуэлились, потом сразу снова подуэлились Никакой душки замечательной, не знаю, почему Blizzard так не делают Ну и есть ещё, там, другие приятные изменения, о которых я сейчас не буду рассказывать Всё это доступно по ссылочке в описании Прямо сейчас вы можете перейти и поиграть на свежем сервере от Valve Circle Итак, новый режим Это не просто какой-то новый PvP-режим внутри игры, где вы своим персонажем, да, идёте там к какому-нибудь НПС Что-нибудь там трогаете, юзаете и оказываетесь на поле боя Это, как я и сказал, по сути, игра в игре Потому что теперь, когда вы заходите в игру своим персонажем, любым персонажем Есть у вас дополнение или нет, абсолютно неважно Главное, чтобы у вас была подписка, персонаж может быть даже первого уровня Вы заходите в игру и вы выбираете, куда вам заходить В актуал или в пиратскую бурю Это пиратская буря называется Пландершторм Пландерш... Пландерш... Пландершторм Вот так вот как-то произносится, предположительно И когда набирается 60 желающих поиграть, как и вы Спойлер, они набираются практически сразу сейчас Вот уже на Америке запустились серваки Игра стартует и дальше она выглядит достаточно сильно похоже на то, как выглядел Спеллбрейкер Если вы следили за разными батл роялями в то время, когда они были актуальны Про Спеллбрейкер мы, кстати, чуть позже поговорим Но, если вкратце, у вас есть персонаж и у него есть обилки для перемещения и для атаки И эти обилки вы можете выбивать из противников, в смысле из других игроков Вы можете находить их в сокровищах, в мобах и, возможно, за какие-то активности получать Я не очень понимаю Плюс вы их можете улучшать, то есть нашли три обилки и они улучшились до более высокого ранга Ну или можно найти сразу более высокого ранга где-нибудь в сундуке Или уже из кого-нибудь выбить Вы, собственно, комбинируете эти обилки по-разному Получаете за счет этого различные эффекты в разной стиле игры И наслаждаетесь Ну плюс это, конечно же, батл рояль Поэтому у нас есть поверху вот буря, да Которая идет, как бы, и смыкается кольцо А вы внутри этого кольца должны выжить И чем дольше вы выживаете относительно всех остальных Тем вы больше молодец О том, что дают молодца, мы чуть позже поговорим Ну да, как и в батл роялях, собственно, вы можете там войти в топ-10 Это уже неплохо Можете стать топ-1 А можете быть тем, кого убьют сразу, как только игра начнется Если верить презентации этого режима, то игра длится 10-15 минут Хотя разработчики называют другую цифру Это довольно важно Чуть позже поговорим, почему И всякие дополнительные фишки Типа нет урона от падения У всех есть даблджамп Хотя я так понимаю, что там можно Если какую-то определенную белку для перемещения нашли То будет еще что-то Какая-то более развитая версия этого даблджампа Еще интересным моментом является то, что награды Вы получаете и в актуальной версии World of Warcraft И я так понимаю, те же самые награды Вы получаете в вот ЛК-классик То есть у нас начинает происходить вот это вот самое смешение О котором на самом деле были какие-то утечки Про то, что вот Близзы там планируют что-то сделать Чтобы там и там было И вот что это Это первая ласточка Будут ли еще потом ласточки, неизвестно Не, ну были всякие там за покупку коллекционок и прочее Да, вы получали и там и там что-то Какие-то такие штуки тоже вроде раньше были Но это вот прям внутри игры Одной, по сути, в актуале Хотя подписчикам классики она вполне доступна Потому что нужна просто подписка активная Есть режим, вы в нем участвуете И получаете всякие ништяки для классики Для вот ЛК внезапно И в общем-то вся эта игра Вот сейчас только запустились первые американские стримы В Америке уже, к сожалению, это все включили Ну в смысле, к сожалению, у нас это пока не включили Это все ощущается безумно весело И вообще не так, как World of Warcraft По большому счету Хотя это использует движок World of Warcraft Но там нет никакого интерфейса То есть Blizzard просто под это вот сделали интерфейс Когда вы заходите в этот отдельный режим У вас там никакие аддоны, ничего не прогружается Вы вот с этим стандартным интерфейсом Просто играете без всякого гемора и запар В обычную веселую сессионную батлорояльную штуку И это то, чего так не хватало World of Warcraft На самом деле То есть даже в каких-нибудь сраных холодах онлайн Есть всякие дополнительные фановые режимы Которые, в общем-то, не очень важны Но вот просто они есть И игроки могут повеселиться То есть, конечно, в холодах онлайн эти режимы сделаны геменно И это другой вопрос И в World of Warcraft практически ничего такого нету Разработчики вот не стараются нас радовать Какими-то веселыми дополнительными активностями Которые буквально могут понравиться всем Об этом много мы говорили, ныли И вот Blizzard, получается, нас снова удивляют в Dragonflight Мало того, что там много всякого контента дополнительного Так еще и вот такой вот целый интересный режим Потрясающе все звучит Просто великолепно Но если забыть о том, что это батлорояль И как бы я повторюсь Все еще мне кажется, что немного запоздали Сейчас надо уже какой-нибудь автобаттлер делать Или я все еще не знаю, как этот жанр называется Тот, который вот в Empire Survival Когда у вас как бы автобаттлер вокруг вашего персонажа В зависимости от талантов, который вы выберете Но нет-нет, Близзы сделали батлорояль Но с другой стороны, какая разница Если это весело Ну а теперь давайте о плохом Ну еще такой аналитики накину Аналитика это тоже всегда душно, грустно, плохо получается Когда начинаешь задуматься Во-первых, разработчики сказали, что этот режим будет в игре 6 недель 42 дня, а потом все, конец, все Режим из игры убирают Ну то есть, видимо, разработчики предполагают Что всем за это время как бы успеете наиграться У них нету достаточного количества контента там Интересного наград и всякого такого Дальше как раз очень важный момент Который обсуждают активно сейчас Про награды Я должен сказать, что меня это абсолютно не интересует Мне кажется, что от игры надо веселье получать Вот эти все трансмога, дрочерство и так далее Но, но Значит, смотрите Разработчик в интервью сказал, что они не хотят Чтобы игрокам пришлось каждый день заходить Чтобы отбивать кап Чтобы получать визуальные награды Звучит великолепно Но Тот же самый разработчик сказал Что там будет 40 уровней репутации Как бы, да И репутация это такая штука, которую нужно фармить И каждый уровень репутации у вас будет открываться Новое Новое какое-то визуал Что говорит о том, что визуала в принципе будет дофига То есть там, наверное, будет что-то очень простенькое Но все равно 40 уровней Вот Ну и наверняка на 40-м будет что-то самое желанное Так вот, чтобы повысить каждый уровень репутации Вам нужно получать 500 каких-то очков вот этого нового режима Я забыл, как называются очки Не суть, важно И разработчик сказал, чтобы получить эти самые 500 очков Нужно сыграть в среднем Хотя, конечно, зависит от того, как близко вы заняли К первому месту подобрались Но в среднем нужно сыграть 5 игр И тут уже разработчик говорит, что игры в среднем занимают 6-9 минут Хотя в пресс-релизе написано 10-15 Но давайте считать по нижней границе 6 минут 5 игр 500 репутации, чтобы получить Полчаса нам нужно минимум Для 40 уровней репутации Нужно как будто бы уже довольно много часов, да? При том, что мы считали по минимуму Я посчитал по максимуму И там получается час 15 на уровень И вроде как, ну вот А разработчик сказал, не хотят они, чтобы мы каждый день заходили и отбивали Ну, наверное, есть возможность просто вот пока режим тока стартует Мы заходим, играем, нам нравится там Часа по 4, по 5 Если что, 20 часов минимум Вот, да, если по полчаса, да, 40 уровней, это 20 часов Вот, и мы играем по 5 часов С друзьями первые пару дней Набиваем все уровни репутации Класс, получаем все награды Но Тот же самый разработчик сказал Что вот эти уровни У них будет своеобразный кап Каждый день Будет повышаться, типа, плюс 1 доступный уровень репутации Понимаете, да? То есть первый день доступен только один уровень репутации На 20, например, 20 уровней репутации Дальше Вы, кажется, не можете получать репутацию Как я понял Может, я ошибаюсь Режим только начался Но Выглядит так, что вы вот поначалу Пока вам это все сильно нравится И вы задротите А ведь вам ведь будет хотеться на старте поиграть Да, как раз А потом вам уже поднадоест А репутация-то уперлась в кап Пока вы играли-то вам там и вам нравилось А теперь вам, получается, нужно будет уже дофармливать эту репутацию По полчаса А то, может быть, и по часу Каждый день Ну или можно вообще забить просто на режим и в конце зайти Чтоб вы такие, знаете, у вас был отложенный хайп Вы так сдерживались, ух И спустя там дней 30 залетели и начали задротить Короче, вот эта странная хрень Бризард зачем-то опять добавили вот этот вот элемент Какой-то дрочильни, таймгейтов и прочего В абсолютно фановую штуку Но Это, конечно, интересно и важно только тем, кому нужен трансмог Меня лично куда больше волнует, что это все не тестировалось на ПТР И я буквально вот 20 минут посмотрел стримы Которые на Америке только начались перед тем, как начал записывать видос Ну, вроде багов не было Или я так с пастримом неудачно перещелкивал Ну, Близард это не тестировали на ПТР, чтобы устроить сюрприз Как в сезоне открытия, как они сказали Ну и, в принципе, молодцы Здорово сделали Теперь мы возвращаемся к теме Спилбрейкера Помните, я сказал, что этот режим очень похож на какой-то там батл рояль Это был тоже, по сути, фэнтезийный батл рояль И он действительно очень был похож на то, что мы имеем сейчас Единственное, что он был не на движке World of Warcraft, если не ошибаюсь, на Unreal Engine И знаете, что удивительно? Об этом вспомнил, кстати, котей в телеге Подписывайтесь на телегу На мою телегу подписывайтесь, на его не подписывайтесь Что Близард купили разработчиков Спилбрейкера какое-то время назад Потому что Спилбрейкер не взлетел Вообще была очень классная батл рояльная штука То есть мне вот Спилбрейкер реально зашел Но как-то они чуть-чуть не дотянули для того, чтобы был хайп И хотелось постоянно возвращаться-возвращаться Не понимаю, почему Но, в принципе, играть в него было классно и весело Ну, с другой стороны, неизвестно, разработчики или Спилбрейкера занимались этим режимом Потому что, вот, вроде как, они говорят, что А, мы этим режимом решили заняться по фану И до выхода The World of the Dyn, когда мы все будем супер нагружены Мы вот решили, как бы, его выкатить, этот фановый режим В конечном итоге, что мы имеем? Мы имеем опять команду World of Warcraft'а Которая не побоялась и сделала что-то интересное Весь Dragonflight я в какие-то моменты расставляю точки И говорю, смотрите, Blizzard делают не так, как раньше Допустим, они выпускают больше баланс-патчей Хотя все еще недостаточно Не побоялись ввести Драктира, который полностью сломал всю мету Не побоялись ввести вот этот... Ну, в смысле, а что вы боятся вводить, правда? Ну, короче, сделали для нас этот режим Пусть он будет всего лишь 40 дней Но я уверен, что если людям понравится А я надеюсь, что людям понравится Я надеюсь, что и мне понравится Несмотря на то, что это PvP-пираты Пираты я, кстати, вообще не понимаю, при чём тут Ну просто вот они решили такой сеттинг Типа выбрать для своего довольно кринжого Вот, кстати, может трейлер просто задизлайкали Потому что он кринжовый, он сейчас был на ваших экранах В какой-то момент наверняка Ну и пираты Там, кстати, в комментах тоже есть люди, которые пишут, что им не нравятся пираты Кажется, это какая-то достаточно распространённая проблема Ну, в общем, хочу сказать, что Может они потом этот режим как-то расширят Кстати, о расширении И один из минусов, вот это вот на горе Арате Это достаточно Ну, в смысле, все локации в Овине очень большие Просто почему бы не взять Нордскол, например Типа целый континент, он не самый здоровый Ну и там же можно было добавить каких-нибудь наблетающих маунтов Телепортов, ещё что-нибудь, чтобы там горы преодолевать и так далее Вообще-то в батл-реялях обычно карты большие И за счёт этого весело И вообще-то вроде World of Farcraft поддерживает большие карты Ну, в смысле, там есть большие локации Уже готовы Не знаю, что разработчикам помешало Как-то лучше, ну, более глобально это сделать Хотя, опять же, если зайдёт, может быть, и сделают глобальник Ну, вот так вот я вам рассказал Пишите вы, возможно, уже поиграли в этот режим Как вам? Сейчас всем придётся качать, наверное, клиента Актуала Кто играл только в классику, чтобы затестить эту штуку Спасибо отдельно тем, кто лайки поставил Ещё отдельное-отдельное спасибо всем подписчикам на Патреоне и Бусти Более отдельное ещё, господи, уже прям легендарное спасибо Бихелит Зоду Показ чего-то в конце, как всегда Смотрите Я вам показывал в прошлый раз, какое у меня давление Вы сказали, что я, скорее всего, уже умираю И я решил жёстко заняться своим здоровьем Начать худеть Поэтому у меня есть Псилиум Вот, это суперсредство, короче, инновационное Вы его пьёте и потом худеете жёстко Оно, ну, это очень современные технологии Вот, я собираюсь похудеть до... До... до трёх килограмм где-то То есть, очень сильно буду худеть Всем пока Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова